Всем здрасте! Ну, я думаю, вы поняли, что этот обзор будет посвящен моим обезьянам, в моей коллекции обезьян. Ну и я решила сначала обозреть то, что у меня там на заднем фоне эти мягкие игрушки, ближе к ним в плане игрушек, а потом уже постепенно то, что там всякие маленькие статуэтки, фигурки такие. И, соответственно, если с мягких игрушек, то с чего все началось? Где-то в 3,5 года, аж прям как сейчас помню, как бы бабушки какие, дедушки говорили, да, старенькие такие. В общем, я во дворе с подружкой Анькой своей, Смирной, тусила, и моя мама пришла, не знаю, сработали еще откуда уж, какое вообще-то время суток было, утро, вечер, день. Но суть такая, что где-то мне 3,5 года, наверное, было, и мама мне подарила вот эту вот обезьянку. На ней уже вот эта вторая шкурка, соска там давно уже отвалилась, обезьянку я назвала Жакоя, спинка мамы, по собственному желанию, наверное, спинка мамы, скорее всего. Ну и как-то вот, я помню, что тогда, какое-то, значит, 84 плюс 3,5, это год у нас, 77-й год, да, получается, 77-й, наверное, 77-й, 78-й, где-то так, короче, я так поняла, что тогда, вот, насколько помню, вот эти обезьянки были популярны. Потом еще был какой-то пик этих популярных обезьянок, и уже чуть похожих обезьянок был пик уже, можно сказать, не сколько пик, но на Алиэкспресс, на Light in the Box, в общем, я видела таких обезьянок похожих, и себе заказывала, о них тоже поговорю чуть позже. Эту шкурку уже шила мама, она, в общем, снимала с него кожу, и нашивала новую, и я хотела показать эту основную шкурку, вот сейчас, наверное, ее все-таки покажу, наверное, я ее забыла достать. В общем, вот, вот эта вот шкурка осталась, остаток такой от шкурки, от первой самой шкурки, от Жакони, что это, наверное, это была вот эта его, типа как, не знаю, как, наверное, все-таки так. Наверное, это было что-то типа верхней части, или так даже было, не знаю, вот так, наверное, это было, скорее всего, была спина, как мы поняли. Это я, когда разбиралась, и вот были видео по поводу, там, моих этих сшитых игрушек, самосшитых, я потом сниму, конечно, но у меня слева по борту про этих моих кукол Барби и просто кукол, обычных советских, вот как раз в тот момент, когда я разбиралась, я нашла вот этот кусочек, решила его оставить как раз для обзора обезьянок. В общем, это была у меня первая обезьянка в 3,5 года, Жаконя. Так как у меня практически все обезьянки назывались в честь каких-то книжных героев, исторических и не очень иногда музыкантов, соответственно, с музыкой, которую я на тот момент слушала, то, скорее всего, Жаконя был тоже каким-нибудь там, может быть, героем какой-нибудь книжки. Если вдруг вам что-нибудь такое известно про какого-нибудь Жаконю, напишите мне в комментариях, пожалуйста. В общем, тут тоже шкурка уже протерлась, но сколько? Ему, значит, в 3,5 года он мне подарился, мне сейчас 33,5 года, можно сказать. Ему 30 лет. Слушайте, самая древняя обезьянка у Ёли. В общем, это вот первая обезьянка, вторая обезьянка была Чита. У нее еще был хвостик и, возможно, была жалеточка, возможно, жалеточки не было, я в упор не помню, но хвостик точно был. Хвостика уже давно нету. Обезьянку сшила. У нее тут ротик такой. Можно еще туда засунуть какую-нибудь еду. Обезьянку сшила моя мама. И я не помню, в каком году, точнее, сколько лет мне было, хвостик у нее был с пружинкой такой, точнее, с проволочкой, и он гнулся. Так, не, вот все остальное, тут у нее ничего не гнется. В общем, обезьянка Чита, и, насколько я помню, это было где-то в осени, может, в сентябре, может, в октябре, тогда бабушкина сестра окажется в деревне, где я, куда я езжу периодически, Масеевская, лежала или в больнице, или что-то в этом роде. Но, в общем, получилось так, что мы с сестрой Машей тусили в деревне, возможно, это были осенние каникулы, какой класс, не знаю, скорее всего, начальная школа у меня была, моя сестра на три года у меня старшая, и бабушка, потому что жила в деревне, как раз вот в доме своей младшей сестры. Ну, и просто помню, что мы гуляли, и с ней играли, там, где-то, ближе к вечеру, под комарами, под фонарем, как раз вот второй конец, окончание конец этой деревни, напротив там еще дом до сих пор стоит, еще там рядом дом тоже стоит, но не живой. И вот мы у палисадника, насколько помню, была как раз вот Маша, я и Чита. В общем, это Чита, это вторая обезьянка. Третья обезьянка, ее мы шили уже с маман вместе. Вот такое вот чудо в перьях. Тут у нее, по-моему, это замша, тут на брюшке, глазки бегающиеся, бегающие глазки. Это у нас Джуди, это третья обезьянка, мы ее шили с мамой, но большую часть, конечно, шила мама, я ей просто помогала. Тут он немножко вроде как порвалось, можно, надо будет, наверное, зашить совсем чуть-чуть. Порвалось, благо я их достала и увидела, так бы и не увидела. И, в общем, глазки я когда-то ходила, я не знаю, может быть, я отговорила в каких-нибудь видео, может быть, нет. Ну, кто меня лично знает, в принципе, в курсе. Практически все. И ходила я с трех лет в музыкальную студию «Веселые нотки». Ну, и там в свое время приезжали какие-то американцы или что-то в этом роде. Ну, вроде как американцы. И получилось так, что какие-то подарки дарили, то ли на день рождения, то ли типа того, то ли просто навстречу. Я помню, что мне подарили эти американцы пчелку, которая липла, и у нее были такие бегающие глазки. И вот эти бегающие глазки пчелка, по-моему, приказала тогда долго жить. А так как моя мама была, как она говорила, из говна конфетку сделает, то вот она эти глазки присобачила к обезьянке. В общем, третья обезьянка Джули. Четвертая у меня была, в общем, у меня тут есть замечательная тетрадка. Я куда-то, вторая тетрадка, в третью, а потом я пыталась их переписать вообще чисто по номерам, вот сколько у меня их обезьянка, потому что все кому не лень спрашивали, а я не знаю. И да, я вот раньше вела это вещь на перо, самописка мама мне называла, я вела, значит, эту запись, вот кто-то мне дарил, я там записывала, ну, типа, какой, когда мне это подарили, как оно выглядело, или хотя бы, ну, какой-то обознавательный знак. Раньше я их по именам практически, ну, их меньше было намного, чем сейчас. Я их знала по именам этих обезьянок примерно. И могла, соответственно, вспомнить, что мне когда кто дарил, кого я покупала сама. Сейчас вот я стала доставать, разбираться, и понимаю, что я половины из них вот, ну, не помню. Не то, что как их звать, ладно. Там у меня, когда фантазия иссякла, они просто по номерам были. А то вообще, кто их дарил. В общем, у меня тут есть такая замечательная тетрадочка. Времен Кулька. Тут я нашла как раз Аленке в ВКонтакте, написала ее пожелания какие-то с Новым годом, по встрече, еще что-то. От 30 мая 2003 года от Аленки тут есть пожелания. Ну, и, соответственно, этих список литературе и макак. Я сейчас просто гляну, там какая-то была... Да-да-да. В общем, сама коллекция началась с чего? С пятой обезьянки, зеленая обезьянка. Это такая, ну, это из фигурок. Я потом ее позже покажу после уже обзора вот этих всех мягких игрушек обезьянковых. Если вы осилите, то вам от обезьян будет респект. В общем, потом у меня была обезьянка. Я, насколько помню, такие вот игрушки одно время были популярны. Там еще были, по-моему, их выпускали еще по 12 штук вот этих годов зодиакальных. Обезьяна, еще кто-то, еще кто-то. Но я, соответственно, была уже на обезьянах взикнутая. Это обезьянка Питчи. У нее отваливалась шкурка. Ну, вот это вот голова, в смысле скальпа. И мама ее с дедушкой приклеивали каким-то клеем. Вот благо он уже не пахнет. А тогда вот что-то он, ну, не знаю, лет 10 назад он еще пахл этим клеем. Вот тут она у меня, оказывается, была придавлена книжкой какой-то на полочке. Когда я доставала, то вот хвостик мой практически как у Пудера что-то получилось. В общем, обезьянки-прищепки. У меня их несколько штук. И вот это была четвертая обезьянка в коллекции Питчи. Кажется, в честь героя какой-то книжки автора, не помню, Питчинюшкин или что-то в этом роде. Про какого-то зверька. Там еще или в той же серии, или в этой же книжке были какие-то животные, существа, там между помесь картошки и морковки. Если вы такое в детстве читали, то, возможно, вы поняли, о чем я. В общем, Питчи. И потом у меня уже был, кажется, все-таки мы его покупали в Питере. В 1996 году я с маман поехала в Питер с ней, с ее подругой, и, соответственно, с детьем, подругой, с которой мы до сих пор дружим. Со всей этой вот, семейные такие друзья, я их считаю. В свое время мы даже с Ремкой называли друг друга названной сестрой. Я уже не помню, с чем связана, но вот как-то так вот, до сих пор мы дружим. И как-то мы с маман гуляли там где-то по Питеру или рядом, и в каком-то ларьке, магазинчике я увидела обезьянку, сказала, хочу обезьянку. Точнее, я встала, насколько я помню, напротив, ну, я хотела обезьянку, но мне маман спрашивает, ты что, хочешь обезьянку? Да, хочу обезьянку. Ты хочешь их коллекционировать? На тот момент в жизни я считала, что все коллекционеры слегка кухой. Вообще коллекционировать что-то это очень плохо. Прямо преступление нереальное. Я так это, насколько мне известно, взбрыкнула, а она мне стала объяснять, что как это круто что-то коллекционировать. В результате мы купили эту обезьянку, зеленая мартышка. Потом в Питере же, кажется, я фоткалась в зоопарке с зеленой мартышкой, которая, сволочь такая, меня на палец цапнула. Ну, соответственно, в зоопарке я залипала у стендов с обезьянками, у клеток с обезьянками, да, и вот эта обезьянка Мурзик. Тоже видавшая виды, ей 20 с чем-то лет. Так, в общем, вот. С этого самого момента начинается у меня коллекционирование. И сейчас я не буду по порядку, просто буду брать и показывать, какая вот есть, что попадется под руку. Если вспомню имя, то скажу его вам. Если не вспомню, ну, значит, как было. И даже в тетрадку заглянуть не буду, потому что я тупо не помню, как я уже говорила в начале, что есть кто. И, возможно, даже если мне повезет, или вам повезет, или им повезет, я скажу, кто мне это дарил. Или где это я брала. В общем, вот тут у меня, мы так и не приклеили ему скальп. По-моему, это был. В общем, кто-то из них, это Васька. В честь кого Васька? Ну, цветы, соответственно, были от других обезьянок, такого же типа, но, видимо, по истории этот Васька, или не Васька, дарит эти цветы кому-то там. На обезьяне свидание, в общем, пошло. В общем, вот такая вторая обезьянка у меня, с цветочками. Еще обезьянка. Тоже скальп слетает. Видать, у них был такой вот, у волосатых обезьянок, минус, у них слетал скальп. В общем, вот еще один. Такой же вот прищепка. Так, кто-то из них был Лия. В честь Лии Хиджаковой, я помню, тогда она мне как актриса неком нравилась. Но я не помню, кто. Поэтому вот. И какую-то из них мне дарили просто вот родственники. Ну, знаете, друзья, вот кто знает, что ой, знаешь, у меня тут обезьянка есть, а ты их коллекционируешь. Ну, тут на всех из них это I love you. В общем, еще две вот таких обезьянки. Это у нас уже девять, я так понимаю. Десятая. Хотя они, соответственно, не по порядку. Вот про которые я говорила. Вот она как раз похожа на Жаконю. Такая вот маленькая. То ли она у меня с Али, то ли Lights in the Box, я уже не помню. То ли вообще с Тенедила. И вот сейчас я поняла, что она похожа на Ёжика. Но у нее есть хвостик. И вот она это с такой вот соской-конфеткой. С бантиком и с шапочкой. И вообще, что-то мне сейчас показалось, что она похожа на телепузика. Но это обезьянка. Может, ну, так как я на те недели илайцы заказывала, ну, где-то с 2011 года. В общем, где-то там 2011-2012. Ну, вот это с 11 по 17 десятилетия. Вот после 2010-го года, короче говоря. Это у нас, значит, 10-я обезьянка, да? Вот такая обезьянка. Такие похожие кошелечки мне и дарили девчонки, и родственники. Я сама покупала, но так как я не помню, чьих рук дело моих или даренных, то вот, в общем, 11-я обезьянка. Сюда можно что-нибудь положить, спрятать. Мне даже можно повесить. Вообще, у меня несколько обезьян висели поверху моего красного ковра из той моей комнаты, на фоне которых было очень-очень много видео в свое время снято до того, как я приобрела статив. И у меня там было очень много поверху обезьянок, но мой котик, который я в прошлом году завела, стабильно прыгал с ней, скидывал их, и в лучшем случае, если они были вот такие, то им везло, и они падали вместе с этим. Если они были просто на вязочке, на какой-нибудь, то вязочка или обрывалась, еще некоторых обезьянок он умудрялся погрызть, о чем тоже увидите чуть позже. Одиннадцатая обезьянка. Двенадцатая обезьянка. Или мне ее кто-то дарил. Или я ее покупала сама. Но, судя по бантику, она, наверное, все-таки девочка. Тринадцатая и четырнадцатая. Этих я даже знаю, кто. Это мне присылал, в свое время, в общем, дед, который погиб вместе с моей мамой в аварии 99-го года, в октябре. В общем, у него были, соответственно, он бабушкин брат, и родной у него были дети. У тех были, соответственно, тоже дети, в общем, его внуки. Я переписывалась с его внучкой, моей троеродной сестрой Таней, и Чевской. И, в общем, на какой-то день рождения или на Новый год, соответственно, переписывалась бумажно, она мне присылала таких обезьянок. Так, пятнадцатая, похожая на овечку. Скорее всего, кто-нибудь мне ее дарил. Ну, правда, как овечка. Шестнадцатая. Я помню, что у меня даже фотка была в ЖЖ и на Тифоретнике. То ли я ее покупала сама, то ли мне ее кто-то подарил, но у меня даже есть аватарка на Тифоретнике с этой обезьянкой в стиле Трололом. Я тут немножко еще поднесла их. Семнадцатое. Вот люди, если кто-нибудь слушал Виталику, то там такой чувак Киркхэмет. Вот так вот и зовут вот это существо. Потому что на тот момент жизни мне казалось, что оно похоже на Киркхэмет. 18-я шляпа, правда, у него снимается. В упор не помню, как его звать. Вообще, есть еще одна шляпа, тоже не совсем уверена, с какой обезьяны. Но это точно с этой обезьяной. 19-я обезьяна. Вот эту мне дарила, скорее всего, маман моя. И у нее, наверное, было имя стопудово, но я не помню, какое. 20-я обезьяна, скорее всего, мне или дарила Заремка, ее маман, или кто-то из моей родни. Похоже, еще есть. Это вот меня кто-то на Аске спрашивал, есть у меня похожие обезьянки. Вот идентичных, по-моему, ну, несколько парочек есть. Получалось так, что, допустим, я покупала, кто-то мне дарил. И вот это или я сама покупала, или мне дарила подружка моя, тогдашняя Анька. У меня вообще много подружек Аник было, разнофамильных, естественно. Мне, наверное, или 15, или 16 лет было. Какая-то из них называлась Лёля. По-моему, даже спинка в моей тогдашней подруге, потому что она считала, что обезьянка на меня похожа. 21-я мартышка. Что-то у нее тут плохо. По-моему, она говорит. Вообще, у меня было несколько говорящих обезьянов, каких-то уже замучили. Одну быстро замучил мой племянник, другую еще до того замучил, как я поняла, что она что-то говорила и делала. Другую замучил уже на двоих там, да, племянницам. 21-я обезьянка. Всем известно, обезьянки все немного от хулиганки. Очень любят баловаться, прыгать с веток, пувыркаться. Если будешь корчить розы, будем мы с тобой похожи. Вообще троллить можно детей каких-нибудь. У меня одно время мама еще хотела сделать такую лиану, и когда их было намного меньше, повесить этих обезьянок по моей комнате. Но потом они висели уже и не только на ковре, и еще просто на люстре, которая у меня немножко другая была, вот до того, еще несколько лет назад. И как-то ко мне кто-то пришел, и девчонок нажал, там обезьяна заорала. Это не та обезьяна, которая заорет. Но вот одна как раз из тех, у кого мой любимый котик умудрился оборвать веревочку. Вот помню до сих пор, у меня был день рождения, и ко мне как раз иногдашняя моя однокласска Оксанка Бабаева приходила, и вот не помню... А, да, она мне подарила сережки. Вот как раз вот одна из них, из того набора. И кто-то из родни мне подарил эту обезьянку. И я вместо того, чтобы тусить с девчонками, которые пришли на мое варенье, я тусила с обезьянкой. Я помню, мне выговор тогда делали, что как эти кости пришли, а ты тут с обезьяной шахтаешь. Макака. У меня тоже было имя, но я не помню его. Тоже историю дарения покупки я не в курсах, но вообще я их стабильно часто фоткала, и возможно на Яндекс.Ру или ВКонтакте там где-то есть с вероятностью даже скаментами, или примерно датой фотки, когда это счастье приобретело, лось появилась у меня в коллекции. Ее дарила Полинка Левкина. Мы с ней тоже периодически дружили. У меня несколько обезьянов, которых она мне дарила. То ли на Новый год, то ли на Восьмой. Ну, какой-то вот этих праздников, на которые стабильно по традиции дарите друг другу подарки. Двадцать шестая. Не пугайтесь, что она вот здесь вот с булавкой, там чисто отваливался глазик, и я на тот момент что-то не сообразила, как его проделать, не нашла ничего лучшего, как присобачить вот эту булавочку маленькую. Забавные они, правда ли? Мне кажется, у меня такую дарила Анька Халинина. Она мне очень много всех этих обезьянок дарила. Она собирала дельфинов. Я помню, у меня были какие-то подвески дельфинные, а у нее обезьянки, и мы с ней менялись. Так вот, у меня их, оказывается, было больше. Одну из тех обезьянок, наверное, коричневую мне кто-то дарил из... Как вот я говорила, что увидел и подарил, потому что у тебя она есть, ты их коллекционируешь. Вот эту юбочку, конечно, делала мама уже. Она была без юбочки. Как ее звали, без понятия. Но, скорее всего, у нее где-то... Еда-то у нее, конечно, было. По-моему, это был лапсик. В честь какого-то погоняла чувака, моей тогдашней подруги, которая сохла по этому чуваку, и он еще что-то делает. Пишет. Хотя по мне, это вообще никаким местом не обезьянка, но тогда это считалось, продавалось, подарилось мне именно как обезьянка. У меня есть еще украшения из серебра, но к ним тоже потом придет речь. Когда я их покупала, было написано, что это обезьянки. Вот, выглядят чисто каллами. Насколько я помню, мне ее подарила Ксюшка, которая мне в свое время надоумила ВКонтакте зарегистрироваться и Инстаграм потом сделать. И, как я поняла, у нее, в общем, нажила в общаге, когда училась в Москве, с какими-то там, то ли китаянкой, то ли еще кто-то. В общем, это как-то китайская обезьянка. И она вроде когда-то что-то говорила, но сейчас уже нифига. Тридцать вторая. Обезьянка Фрозя. Дарила мне ее моя троюродная сестра Катя на день рождения, ну, в общем, на какой-то праздник. Голубая обезьянка. Тридцать третья. Есть что-то уже такое похожее, да? Хвостик бараночкой. Тридцать четвертая. Это или мне кто-то из родни дарил, или опять же Анька. или друзья мои семейные. Тридцать пятое. По-моему, тоже от Ксюшки. А может, от кого-то другого. Тоже должна была что-то говорить, но уже давно ничего не говорит. Тридцать шесть. Тридцать семь. Та, которая попала... Тут даже есть, оказывается, слушайте, я только сейчас заметила, этот троглодит еще умудрился это погрызть. Ну, не сволочь ли он, а? Кошак. И она, соответственно, она была вот так, висела вот на этой вот веревочке. Может быть, потом попробую как-нибудь это сшить и соединить. Как раз та, которая орала. Причем, когда я ее купила, я даже не знала, что она орет. Кто-то у меня из друзей тогда пришел домой и нажала, она как заорет. Чтобы, как выяснилось, тридцать восемь. Ну, мне самой же интересно, сколько у меня их. В общем, тридцать... Девятое. Вот эту точно помню. Хоть она совершенно не похожа на обезьянку, но, как говорила моя подружка Машка, китайцы, они такие удивительные. Так, тридцать девятое. Я покупала ее в Борисогребе, по-моему, на первых своих чтениях. Когда они еще не были такими напонтованными, и все там было более-менее честно. И не только для своих. В общем, чтения были... Сейчас я вспомню, кого же там... Васильевские чтения, короче говоря. 2005 или 2006 год, что-то в этом роде. Кажется, 2005. В общем, вот эта обезьянка из Борисогреба. 39-я. 40-я. Ей повезло больше. Желтая обезьянка. Когда дойду до зеленой, вы поймете, о чем я говорила. 41-я. Как раз та обезьянка Лёля. Со значком Ленина. Ну, значок это был уже это, мамкиной коллекции. У меня несколько таких вообще резинок. Ну, тут уже резинка вытянулась. Ну, а обезьянка резинка. Кажется, мне её или дарила Анька, или дарила Полинка. Ну, в общем, кто-то из друзей дарил. Тоже вот обезьянка, это вообще, как можно сказать, рюкзачок, обезьянка с кармашком. 44-я. По-моему, она похожа на ту, которая Кирк Хэмит. 45-я. 46-я. Эту я покупала, ну, в последние годы, два, три, четыре на почте. Меня ещё наши почтовики, когда узнали на нашем отделении, что я коллекционирую обезьян, они пришла что-то платить или получать, или отправлять. И они, ой-ой, а ты типа вот эта обезьянка, она специально тебя ждала, мы специально заказали. Там что-то дофига было таких похожих. Ну, зачем мне похожие? Я взяла одну. Я уж не помню, что 200-300 рублей что-то так стоило. У меня несколько обезьян было именно с почты куплено. В общем, а вот это одна из них. 47. Обезьянка из Ифрашем. На Новый год. У них раньше были мишки, но теперь вот это. Потом был как-то обезьянка. В общем, я помню, делала заказ не сколько из-за того, что мне что-то надо, и сколько из-за того, что там обезьянка в подарок шла. Такая мягонькая. 48. Это обезьянка от Натальи из Германии, Наталья из Чар. Немецкая обезьянка. Привет, она говорит. На самом деле, она ничего не говорит? Она такая клювенькая. 49. Обезьянка из Носка. Это мой племянник делал со своей одной из бабушек в садике. На какое-то было задание или в школе, вот что-то такое, в начальной школе. И они мне выдали эту обезьянку в коллекцию. Обезьянка похожа на чертика. Ну что, обезьянка же? 50-й обезьяна. И пусть у нас будет вот это задание. Вообще, на самом деле, она намного позже была, попала в коллекцию. Это мне моя подруга Саша Житова, которая в Калининграде сейчас живет, которая в 2016 году летала. Она приобрела ее где-то в 2016 году туда летала, значит. Может, в 2015 году она ее приобрела на этой ярмарке их католической и рождественской. Что-то такое. Я так поняла, что тут ручной работы обезьянка довольно такая забавная и классная. Мне она, в общем, очень нравится. А мне вообще нравятся все обезьянки. Все, что у меня в коллекции обезьянки. Ну, в общем, это обезьянка от Саши Житовой. 50-я пусть будет. Так. 51-я. Вот такая вот. Это кажется, ну, в общем, когда еще по биологическим, человеческим меркам я была ребенком. 51-я. 52-я. С бананчиком. 53-я. Не уверена, но, по-моему, мне ее папашка подарил когда-то. Ну, где-то, может, лет в 12-13 мне когда было. 54-я. Вот сейчас бы не напутать, но, по-моему, они вместе были с этой футболкой от Наташи, которая сейчас живет в Америке. Моей подписчицы. Привет, привет, привет. С которой мы еще иногда в ВКонтакте общаемся. Ну, как я поняла, она тоже стала что-то снимать у себя на YouTube-аккаунте там как-то свою собачку. На телефон или что-то в этом роде. Ну, короче, я... Там какой-то мокбак от собаки был такой, видела, что у нее такое коротенькое. Я не помню, давала я ей какое-то имя или нет. На самом деле, это вообще... Это мне маман дарила еще, и у него очень длинное имя. Сначала он был Джордж Майкл. В честь Джорджа, не помню, как его, Джордж... В общем, полное у него имя Джордж Майкл чего-то там Харрисон. Майкл, я насколько помню, насчет Джексона. Джордж, наверное, в честь вот этого Джордж Харрисона, да, он или как... Как в Битлах Джорджа звали? Или как звали Харрисона? Ну, в общем, в честь Джексона, Битлз и еще, возможно, какой-то группы. Вот такой вот. Ему повезло больше, он у меня на ковре до сих пор висел, я его сегодня сняла. Точнее, сняла еще вчера, но что-то я такая была ляренькая, мне не было сил после сада еще что-то писать. 56-я обезьянка дарили мамину друзья и в честь их сына я бы звала ее Андрюшкой. Добавная такая. 57-я. Анфиса Муницы, инфузория, туфелька. Я тогда помню первуюсь от инфузории и туфельки. Анфиса в честь погоняла моей тогдашней подружки Аньки, но жилеточку, по-моему, я сама шила. Она была без жилеточки, соска у нее сохранилась в отличие от Жакони. Так как раз второй поток этих обезьянок типа Жакони. А Мунисей, я не помню, какой-то или сериал был, такой восточный или книжку какую-то я читала и была там героиня. Ну, в общем, как-то так. 58-я. Тоже кто-то мне ее дарил. 59-я. Это я, насколько помню, мы обменивались с девочкой Леной из Нижнего Новгорода и она мне вдолеса к обозначенной маленькой поменяшке прислала еще обезьянку такую. Там еще какое-то послание было, бумажное послание у меня лежит в ящике, тумбочке, где все основные бумажные послания. Не только послание. Третья обезьянка от подписчицы, потому что еще была там в Германии. Так. 59-я. Это я заказывала на сайте, кажется, на Алиэкспресс. У меня какой-то бонус был от какого-то продавца и что-то она мне за 100 рублей, что ли, эта обезьянка обошлась. Она у меня висела на цветах обычно. четвертая обезьянка от подписчицы Ирины уже в этот раз. И тут были конфетки, кстати. Да, подписчица, который... Обзор у меня еще был, там много-много это хорошее было обезьянка. Бонус, естественно, я уже слопала, но очень удобно, можно еще не спрятать. Первая обезьянка. Эй-эй, ты посмотри на меня. Видишь, какая отличная, мягкая шерстка. Хочешь погладить? Так и быть. Разрешаю. Вот на нее чуть-чуть похоже, кажется, у меня уже есть вот такая тоже говорящая обезьянка, возможно, уже благодаря некоторым людям уже не говорит. Шестьдесят вторая. По-моему, тоже еще маман дарила или кто-то из родни. У нее была веревочка, потом веревочка оборвалась, потом уже я сделала просто ниточку, но есть у меня котик. Вообще, я думаю, может их не считать, а посчитайте вы сами, или я посчитаю уже потом, потому что что-то чем больше я говорю, тем больше у меня как-то устает горло. Я не знаю, вот как люди, у меня есть знакомая, моя бабушка, я с ней как-то четыре часа провела, вот она все четыре часа умолку говорила, как у нее горло не запалит. В общем, еще вот такая вот резиночка, тоже вытянутая, не помню, шестьдесят четвертая, но, в общем, пожалуй, действительно не буду сейчас считать их конкретно, просто показывать, какие есть, а потом уже сообразим. В крайнем случае в инфобуксе напишу, сколько их было. сама при этом продолжает шестьдесят четвертая. Эту обезьянку мне вязала Женька, с которой мы в свое время до, наверное, в день сорокового дня, наверное, как по моей бабушке. Короче говоря, в прошлой осенью мы с ней перестали общаться. Благословит ее какой-нибудь тамбок. Ну, в общем, она в свое время, вот она вообще рукодельная очень, ну, как-то она быстро все забрасывает. Она занималась вот таким вязанием крючком. Брала у меня тогда, еще предложила мне какую-то обезьянку связать большую. На мой выбор я покупала нитки, и она еще тогда жила с молодым человеком года два подряд. И, в общем, я эту обезьянку так и не дождалась. В результате она мне уже там только одну треть этих ниток отдала с связанным шариком. Ну, в общем, одну обезьянку она все-таки мне сделала. По-моему, обезьянка Женька, соответственно, в честь того, кто вязал. Ну, я-то это, не против с ней общаться до сих пор, несмотря на все минусы общения, но на им сильно мил не будешь. В общем, спасибо тебе, Женька, если ты вдруг сидела увидишь за такую классную интересную обезьянку. Она очень рада быть в моей коллекции. Если какие-то звуки, то тут куд у меня где-то прыгает. Еще у меня такая обезьянка. Ей тоже больше повезло, чем другим подвисящим. Но она ничего не говорит. Судя по ресничкам, она, наверное, девочка. Хотя я не знаю, какого она у меня по... Еще обезьянка с цигаретой. Правда, хозяин обезьянок накурит. Или не умеет курить. Что, в принципе, одно и то же, я думаю. Вот еще у меня... О, у меня тут еще... Не пойму. Маняектриш, что ли, таких было? Я же вроде уже обозревала одну, или это у меня тут кот пошрудил. Надо сейчас глянуть, сколько у меня таких. А то получится, что я уже по третьему кругу одну и тоже обозреваю. Так вот, этих троих действительно было трое. А я уж думала, у меня сказочный маразм обезьяний. Тут часть разложила. И уже, блин, шесть вечера. И я немножко хочу есть. Как я тут опытным путем выяснила, пока первый кусок монтировала на 30 с чем-то минут. У меня 68 обезьян. В той части было не всего. Всего-то больше, естественно. В общем, продолжу я свой обзор. Вот это моя любимая обезьянка. Дарила ее мне мама. Я в упор не помню, как ее зовут. Но вот так. С хвостиком. Одно время они у меня на кровати лежали. Вот так вот. Когда я разбирала кровать, пледом покрывала, я казалась, будто это диван такой. Так, вот это как раз я ее покупала на почте. Одна из трех. Это уже вторая, которую я на почте покупала. И первым дом повезло хорошо, а третьей к ней, когда перейду, тогда и скажу, что с ней стала. Такая вот неговорящая. Придем она что-то рублей четыреста стоила. Меня тогда я с ней знакомая все спрашивала, что тебе подарить на ногу, что тебе подарить. А я говорю, там такая обезьянка на почте. Самое интересное, что она по деньгам подарила что-то в финансовом плане чуть больше цены обезьянка. Но не совсем нужная. Я сегодня в разлу от товарища цитаты сделала на странице ВКонтакте про хлам. Ну и в общем то, что обезьянка я сама себе купила, потому что пока дождешься. Я даже привела текстами, не то, что намеками, привела текстом, говорила, что ты хочешь на Новый год? Я говорю, вот это хочу. В чем у нее тут вязочка? Это куда же ее можно повесить-то? Мне кажется, ее не выдержат, то, куда она повесит эта вязочка. Мозги вылетят обезьяне. Так, вот это вот многострадальная обезьянка. Что у нее тут вообще написано? Лак? Лук? Хрен знает. Эту обезьянку мне дарила Машка Яковлева на мои 30 лет. Она мне спросила Люля, что ты хочешь на свой юбилей обезьяну или что-то другое? Я говорю, обезьяну. Она вот меня нашла обезьяну, конечно, это уже сильно потрепанная обезьяна, но это моя любимая обезьяна. Вот болит у меня живот, я лягу на подушечку, покроюсь пледиком, я хочу обезьянку, и живот, не знаю, может и от обезьянки, конечно, вряд ли, но чисто успокаивает она как-то меня. Видно, что она такая сильно потрепанная, но зато моя любимая обезьянка. Глазки у нее тут уже стерлись, не помню, как ее зовут. Так, болею. Если бы я вам только что до этого не снимала тех обезьян, я бы подумала, что у меня уже совсем маразм, это вот, наверное, дитё тех троих обезьян, две одинаковых конкретные, вообще не знаю, откуда у меня вторая одинаковая. Одна с этой такая чудеса отличается с значком не только тем, что на ней значок с Ленин, сколько тем, что она реально как-то отличается. И вот еще одна обезьяна, мохнатая такая. Был такой мультик, где вот эти пещерные люди, наверное, американские все-таки, в таких пещерных шкурках были, вот она мне что-то напоминает, наверное, вот как тех времен такая обезьяна, пушистая. Еще я сейчас поняла, она мне напоминает чуваков, волки, демоны, демоны-волки из Инуяси. Я на какой-то там серии остановилась, где-то посередине. Вот это мне очень нравится обезьянка, я тебя люблю на русском, написано я и тебя на русском, там сердечко. Сердечко, видать, везде сердечко. Не помню, откуда обезьянка, кто дарил, наверное, кто-то дарил. Это если я не путаю, или вот это было шуриком, или вот это, ну кто-то из них. Но оно мне обе нравятся. Вот это у меня даже висело долго над кроватью, но у меня тут есть одно животное, будь оно не очень ладно. Нет, хорошо, конечно, что есть, но вот здесь тоже мы погрызли. Мы прыгали, ладно, лапами скидывали игрушки, так мы прыгали и еще цеплялись зубами иногда. В общем, от греха подальше, от кота подальше, она была снята. И вроде как ютилась в бабусиной, а, уже не бабусиной, бабусиной, бабуси-то почти год нету. В зеленой комнате она ютилась. Вот, вот так. Тоже мамам дарила. Так, ой, не падать, не падать, не падать, ладно. Парень фиксеры. Так. Вот это вообще их две, сейчас я, может, вторую найду, ну, да, вот нашла. Это я, по-моему, на Алиэкспресс заказывала, а не, на Лайтинзе Боксе заказывала, это обезьяна, специально держащая занавески. Ну, если вы у меня там в какой-нибудь обзоре, возможно, видели, то вот видели, они у меня висят в комнате на занавесках. Я их сняла, потом обратно повешу. Тут у нас три пуговицы, две такие вот петельки. Ну, и они вот так вот зацеплялись. Забавные такие, парочкой шли. Это можно сказать из одинаковых обезьян, но они вот именно лот был такой, как две обезьянки. Это у меня дарила Заремка с Глещук на какой-то, то ли день рождения, то ли 8 марта, то ли на Новый год, ну, в общем, на какой-то вот этих из трех конкретных праздников, когда по традиции обмениваешься подарками с людьми, близко знакомыми. Хотя, по-моему, она похожа на обезьянку, наша обезьянка, на собачку, да? Ну, как обезьянка, да? В том, какие следочки, как у человечка. Вот это я не помню, когда я покупала, у меня просто есть фотка, это обезьянка на фоне Тубисамена, которую в 2005-2006 рисовала, но на тот момент я уже общалась с Глебом Альцином. Кажется, эта обезьянка называется Глеба. Она у меня висела на цветах. Если ее раскрутить и... как-то там, блин, раскручивайся, е-мое. Лапы дрожат. Говоря, кушать хочет. Она чуть-чуть у меня тут запуталась как-то. Короче, если ее распутать и как-то там... В общем, ей можно управлять и она шевелится. вот она у меня запуталась. Я не очень сооружу, как. И на ножках у нее на задних вот как раз такие кружочки деревянные. как я ее тут так запутала. Фиг знает. В общем, по-моему, это обезьянка Глеба, потому что она смахивает на Глебушку. Ну, знаю мои ассоциации, что вполне возможно даже нет. Так. Кто-то мне эту обезьянку дарил. Эту обезьянку мне дарила Анька Хориен. И... Так нам здесь и хорошо, мой любимый друг. Ты нам ехала тепло и светло вокруг. Подарите мне улыбку снятику свою. Ты со мной сейчас тебе разберем. В общем, обезьянка когда у вас немножко ранена, у нее башка отсобачивается, так как у меня ее часто дети таскали. И не только племянники, но и некоторые куча не заходили ко мне. Я тут уже зашивала. В общем, надо будет вторая обезьянка, которая заметила, которой надо зашить чего-то. Тут даже вон уже ротик отсобачил. Я подозреваю, кто мне тут помог. Вот эта обезьянка в обзоре. Я поведаю вам в кавычках сказочную историю о том, как родители плевать хотят на воспитание детей. Короче, эта обезьянка, не помню, как ее звали, но суть такая, что подарила мне на 8 марта Анька, но что-то мы с ней болели. Я шла уже вот так вот в обнимку, а у меня есть такая соседка, следит за мной наверное лет с трех. Ну, может, и раньше следила, но вот с моего сознательного возраста, когда я стала помнить себя, вот где-то с трех лет, чекистила только так. Ну, и в общем, она идет, и конечно же больше до всех дела. Другая еще была соседка, но та уже коньки откинула благополучно. На одну соседку меньше за мной сидит на площадке, и в общем, я иду, вот так вот держу, и она мне, о, типа, она решила, что это ребенок, а я не знала, что она говорит, Анька мне не сказала, я думаю, вот знала бы, я бы нажала, посмотреть бы ее реакцию, ну, ребенок, да, любопытная коза. В общем, она такая обезьянка, надо ее аккуратненько отложить, не забыть в ближайшие дни башку обратно к шее призабачить, это уж ладно, фиксить, с этим ртом и пупочком. Все-таки бесят меня такие люди, которые не стоят за своими, вот этих, таких детей я называю личинками, потому что по-другому никак. Тут у меня еще две шляпы, я не помню, с какой-то обезьяной, в общем, на каких-то оно было, может они мне сейчас попадутся. Так, вот это обезьяна с ушками, похожая на медвежонка, дарила мне ее Полинка, называется она Грек Олег, потому что по мыслям дарившей девочке обезьянка смахивает на преподов, в честь которого была названа и вот, соответственно, он подавал греческий, еще древние языки, кратцы, латинский, и, блин, как он там, старославянский, но нам повезло, мне повезло, он мне преподавал только греческий и, кажется, я про него говорила как раз в каких-то там своих миловких моментах, когда я препода приняла за студента до еще женского пола из-за его поменявшейся прически, в общем, такая обезьянка. Слушайте, у меня еще, оказывается, есть резиночка, я даже, ну ладно, сниму, покажу, она тоже вытянутая уже, в общем, вот резиночка такая с обезьянкой, обезьянка-резиночка, и вот такая еще обезьянка, похожая уже тоже была, но только вот эта случается с красным бантиком и немножко поменьше, но резиночки все времен я, по-моему, мама дарила, вот здесь кто-то из родни покупал, вот того времени, 15, 14 и так далее лет, вот, помните, у меня в начале обзора была желтая обезьянка, я сказала, что ей хорошо повезло, вот они обе висели у меня на ковре, на красном комнате в моей, но вот эту я вчера присобачивала, чисто, чтобы вам показать эту лапку, булавкой тоже надо, вот третья обезьянка тоже надо подшить, эту чистую, заката, короче, надо подшить, там еще двух, двух веревочки, но веревочки те роли не особо играют, там просто весь, как бы повесить их можно было, тут лапка, именно, мы мало того, что собачили эту обезьянку лапками, попрыгнув и сняв, мы потом ей отгрызли лапку, чего им у моей обезьяны не приглянулись, в общем, зеленая обезьянка, и желтая, и зеленая, разница в цвете, есть вот такая обезьянка, по-моему, это от моей сестры, в общем, так как я коллекционировала обезьянок, она не знаю что, ну, в общем, мне она досталась, там, когда-то, по-моему, уже после 99, может 2000, 2002 году, о, вот это, с него какая-то, сейчас вспомню, какая шляпа на нем была, в общем, какая-то из шляп на нем была, или может это шляпа от кого-то там, из тех, кто уже у меня обозрелся, в общем, по-моему, его мне дарил папашка, вот эти, на таких пещерных людей смахивают, не с того мультика, а вот у которых лоб низенький такой, уже он гутанг, дарил, не помню, еще одна видавшая виды, по-моему, ее даже стирать пытались, но вот в некоторых машинах, когда стираешь обезьянок, ну, вообще игрушки мягкие, они почему-то вот так вот скатываются сразу, не знаю почему, так, это вроде не говорит ничего, и жопа у нее набита такими шариками, в общем, вот еще одна обезьяна с языком, еще обезьяна, вот вам любви признались, вот эта обезьянка, вот я помню, ее звали Абуни, в честь какого-то книжного героя, возможно, египетского, возможно, шумера Акада, я, в 97 году, мне, короче, летом делали операцию постановки зрения, у меня на 6,5, что ли, было, или кип того, после этого действия, и я возвращаюсь, значит, с кровавыми белками, все летом, на меня народ косился, когда в деревню ездила, в Ампер, с кровавыми белками, короче говоря, за вот самой этой операцией, и у меня на столе, в комнате, у меня тогда был другой черный столик, вконтакте, если там тот альбом не за онлепрендженой, то, возможно, вы увидите этот столик, ну, и там сидит такой на креслице, у меня вообще была такая мебель детская, мне отец сделал, ну, я ее отдала прямяшке, у меня она нафига, там уже кукол я Диане подарила, ну, и в общем, на этом креслице, на столе сидит вот такая обезьянка, меня так мама порадовала тем, что мне эту операцию сделали, я там ее, вообще, по ее словам, врачам, я там, там девочки одной была, с которой мы потом долго, ну, не то чтобы долго, но прилично так общались, Ира, и мы там с ней вместе еще прозой занимались, перо ее, перо мое, она в деревню ко мне два раза приезжала, и мне делали эту операцию на 15 минут раньше, чем ей, ну, и вот мама меня так это решила, порадовать обезьянкой, но висела у меня как ракурь, на кувре, так, вот это Чарлик, потому что, по моим меркам, он напоминал пуделя, который был у моей родни, на тот момент, тоже мама дарила, то есть папа, папа покупал, всем известно, обезьянки, все немного от хулиганки, очень любят баловаться, прыгать с веток, пувыркаться, если будешь корчить рожи, будем мы с тобой похожи, вот я не знаю, но мне кажется, у меня уже одна, что-то такое говорила, правда, выглядело по-другому, из серии тех маленьких обезьянок, это у меня в жилеточке, жилеточку, конечно, можно снять, но она пришита, и до конца ее, конечно, не снимешь, она тоже у меня на ковре висела, это из серии тех, когда я подумала, что у меня уже мои родные обезьяны, вот, похоже, у меня как-то есть, только в другом прикиде, еще маленькая тая, в розовом таком прикиде, похожа на нее, нет, она уже не говорит, ее уже уделали, я не помню, что она говорила, эту я покупала в магните, когда был год обезьян, вообще, когда был год обезьян, было столько много всяких страшных обезьян, что я даже вообще, сама по себе ничего не покупала, вот магните мне понравилась, такая вот, полосатенькая, на оцико похожая, опять же, китайцы, вот очень знакома, кто мне ее дарил, не могу вспомнить, перо по-моему, я уже, да, перо, наверное, кто-то уже дотыкал, у нее только бантик был, а может и перо, вообще не помню, вот эту я покупала себе, мне, черт подкинул бабла, и я решила, что я хочу себе что-нибудь такое, обезьянка, вообще, 400 рублей все лишь стоило, до сих пор помню, и, что она говорит, тут банан у нее, о чем говорит, вода вид, На шаршку нажимаешь. Что она говорит, я узнала уже дома. О, ее окажется, вот что. Можно нажать, и она что-то там себе произносит. Та обезьяна, про которую я говорила, что я не успела даже понять, что она что-то делала, это поет. Она что-то делала и пела. У нее сзади, короче, змечка растягается. Можно вот эту штуку достать. Наверное, как-то разобрать и сменить батарейки. Но суть такая, что ее уделал мой пример еще до того, как я поняла. Когда совсем мелкий был. И по-моему, там уже, даже если сменить батарейки, уже ничего не будет. Она дергала задними ножками. Хотя можно попробовать потом сменить батарейки. И что-то пела. Но вот, увы, я. Положи мне в чашку сладкую кашку. Кашка-малашка, как хорошо! И с вареньем, и с медком, и с клубничным порошком. Тот, кто кашу кушает, так, кто маму слушает, вылезит сильным и здоровым. Вот. Вот эту обезьяну у меня племяшка мелкая очень любила. Она ко мне приходила, что-то такое говорила на своем получеловеческом языке. Но я так понимала, что ей нравится эта обезьяна. Я с ней таскалась, а потом ее обратно уложила. Так, оранжевый макар в купюшончике. С Новым Годом, оказывается. Видать, на Новый Год одарили. Ну да, тут эти красные такие рукавички уж намекают, как бы, Новый Год. О, скольких трудов мне стоило и времени, в основном, это обезьянка. Это обезьянка из кокоса. Фирма Титенко, в ней был черный чай. Черный чай, ну вообще, в свое время Титенко очень хороший чай делали. Но вот в этом был настолько мелкий черный чай, что это вообще, это, знаете, самая парашная такая, не знаю кто, и то, наверное, лучше была бы. В общем, мне ее подарила Юрка, прислала обезьянка из кокоса, держащая ананас. И вот Леночка до сих пор на ней осталась. У нее открывалась жопа. Там был пакетик с парашненьким чайком. Ну, суть была, конечно, не в чай. Мне очень хотелось обезьянку из кокоса. Ну вот, тогда можно было заказать только по Москве или по Питеру. И в Угличе заставки не было. Ну и, так как она живет рядом с Питером, то вот, благодаря Юльке, у меня есть обезьянка из кокоса. Вот эту мне кто-то задарил уже, потому что вот у тебя они есть, а мне она не надо. Похоже у меня беленькая там от Маши, вот еще черненькая, точнее коричневенькая такая есть. Такой с косыми глазами. Есть у меня две одинаковых, конкретно так, сумочки и обезьянки. Получилось как? Я с пинка одноклассники заказала обезьянки. И вот конкретно с ее пинка есть такие люди, которые хошь не хошь отделаешь. Как они хотят. Обезьянка стоила 900 рублей. Жизнь бы не заказала. И, в общем, приходит обезьянка, и внутри она рваная. И ручка исчерканная. Я фоткаю и скидываю это на Light in the Box, что вот, что это за нафиг, что вот, допустим, я хотела туда мелочь бы положить, а эта мелочь куда-нибудь там уйдет. И мне извините, извините, обычно они возвращали деньги, но в этот раз они решили послать мне точно такую же обезьянку, с точно такой же дыркой, с точно такими же ручкой и с черканым кармашком. Видать, вся такая серия была. Но я иногда ее таскаю, вот чисто так, одну из них, когда мне надо по мелочи куда-то доехать на велике, положить кошелек, даже не кошелек, ключи и такую вот эту там, или карту, или монетку какую-нибудь. Алена О, которая сейчас, по-моему, канал как-то, она закрыла, переименовалась, по-другому называться, без понятия сейчас, как она называется, но вот она мне в свое время прислала такую штучку, там с одной стороны можно что-то положить, типа как произно. Я обычно с одной стороны кидаю карту платежную, а с другой стороны монетку бумажную, ключи, и вот в эту кидаюсь. Сую, короче говоря. I love this match. Тут эти следы такие. В общем, это две обезьянки, это вот из серии, вот конкретно одинаково. Эту обезьянку я покупала в Пинка Женьке, она мне сказала, вот там в одном магазине подается обезьянка. Да, у меня вот так вот висела на ковре рядом с цветами, но и здесь тоже что-то такое летилось. Ленточка, я не помню, от этой обезьянки, наверное, нет, она не от этой, просто какая-то ленточка, но вот она была сюда привязана. Такое, кашпо, не кашпо-фиг знает, но и кашпо вряд ли, потому что вряд ли обезьянка это выдержит, это тут цветочек будет. Вот тут одна шляпа, не помню, от какой обезьяны. И другая шляпа, тоже от какой-то из них. И вот та трагедия века. Спасибо Насте, которая мне в свое время на основу дала. Привела она как-то ко мне свое дитем, не считая нужным следить за дитем. И вот у меня была обезьяна с двумя глазами, а теперь один глаз почти оторванный, а другого вообще нету. Это вот та третья обезьяна с почты. Она ничего не говорила, она просто вот такая обезьянка мягонькая. От собачили вдвоем. В общем, из серии, как-то она давно ко мне пришла, мне лет 15-16 было, 16, наверное, потому что уже мамы не было, был еще дедушка. У меня была печатная машинка. Если вы представляете, большая такая печатная машинка. Ничем она не ломалась, а вот хоть что с ней делать. Я не знаю, что она с ней делала. Как-то захожу в комнату, и в одну сторону летит вот этот валик, а в другой стороне сидит моя однокласска с этой печатной машинкой. Она ее мне сломала. Причем, знаете, обычно человек там специально приходит, что-то сломает. делаешь, отрываешь. Ну, ты понимаешь, что если ты это оторвешь, то глаз оторвется. Зафига так делать вообще не понимаю. Никакого там, извините, или что-то не последовало. В общем, у меня теперь обезьянка без глаза. Мне же можно что-то придумать, там, не знаю, найти, нарисовать, но пока я не сообразю. Так, и вот с мягкими игрушками у меня покончено. Тут, а вот еще есть немножко мягких. Вот такая вот, не знаю, может мне ее Ксюшка дарила, может мне ее... В общем, кто-то мне ее дарил. Маленькая такая. Может, я сама покупала, не знаю, не припомню, чтобы я ее сама покупала. Ну, сделала стабильно китайцами, но кто-то, в общем, мне ее дарил. Есть еще вот такая. Тоже, наверное, кто-то дарил. Возможно, моя пазрачка мне дарила, потому что она мне дарила каких-то обезьянок. Вот эту мне валяла Женька, как раз та, с которой мы больше не общаемся. Это как раз истерия ее этих увлечений. Она чем только не занималась, но как-то у нее недолго все эти увлечения идут. Так, у меня есть обезьянка замочком. Я покупала, когда первый раз была в Рыбинске, на дне города, у нас как раз наша Лито приглашали на литературное их мероприятие. И было в свободное время, я погуляла и типа как сувениры себе взяла. Тут два ключика. Замочек. Такая вот. В прошлой части вроде 41 насчитала. В общем, 68 плюс 41, 109, наверное. Ну, я потом или вы по видосу сами определите, сколько обезьян у меня. Или я когда буду пуске эти домонтировать, пойму. В общем, мне кажется, я ее не успела обозреть, потому что когда я убрала отсюда все эти мягкие игрушки, типа того, обнаружила ее. На глубине сибирских руд. Такая вот еще обезьянка у меня есть. Но она эта, резиновая. Есть у меня вот обезьянка. У нее, по-моему, обе лапки должны были крутиться. Но в итоге одна как-то так висит пледочкой, другая вот. Это мне тоже Анька Холинян дарила. Ну, это кромическое. Вот эта малюсенькая обезьянка мне ее тетя привезла, когда я в последние недели ухаживала за бабушкой. Чисто меня порадовать. Она в какую-то поездку со своей школой ездила. Я даже не помню в какую. Такая очень милая. Она у меня стоит на компьютерном столе как раз вот под монитором. Какую-то из них то ли мне и Хоббит дарила Грещук, то ли какую-то из них она, другую, Анька или как-то так. В общем, это, по-моему, под эти самые под кольца обезьянка, под серебро. И у нее тут такие голубые фианиты глазки. И точно такая же, только под золото. У нее ближе к бюрзу глазки. Тоже фианиты. И тут даже наклейка еще с номером есть 27119. И да, кстати, они отличаются немножко. Вот у этой вообще ничего не было. Вот у этой маленькие такие бархатные наклейки на пяточках и пятой точке. Все третьи точки получаются с треугольником. Но и одно время у меня там кольца висели на них. Ну, сейчас просто они до красоты стоят так. У меня есть такая обезьянка. Возможно, я ее показывала, когда обозревала рубли эти с Лениным. Возможно, без нее я их просто доставала. Тут были когда-то конфетки. Ну, а сейчас в ней рубли с Лениным. есть какой-то отдельный обзор у меня на канале с рублями с Лениным. Есть у меня обезьянка-флешка 8 гигабайт. Я ее юзаю вполне себе. Вот она. Ну, и у нее тут вот такая тыгнешка, что шубь, видимо, не потерялась жопка. Вот. Так вот. есть у меня, дарила мне наша с Машей, в основном Машина подруга. Мы когда-то мое денежнение отмечали в Короне. Есть у нас такой ресторан ближе к часовому за ДК. И вот сидели там втроем я, Маша и Борисовна, Юля. И нам подарила таких обезьянок. Фигурка тут, как мама с ребенком две обезьянки. Естественно, керамика. Вот у нас фабрика Гарденнер или что-то это мотит. 1766 года рождения эта фабрика и полость нарисована и В на нем. Ну, я не знаю, вот там видно в камеру не будет. В общем, вот такая вот обезьянка. То, что у меня в основном стоит там на полочках, есть у меня вот такая обезьянка, это магнитик. Это мне можно сказать от бабушки Тани ныне почившей досталось в этом году, потому что у нее магнитик был на холодильнике, я как раз пришла помочь разбирать вещи в квартире и вот тут решила, что мне он больше пригодится с разрешением, естественно. У меня тут магнитик с обезьянкой от Кати Гритневой кажется. Мы с ней одно время переписывались письменными бумажными письмами. Не знаю, она подписана сейчас на мой канал или нет, смотрит или нет, но в общем это вот от нее обезьянка, она мне еще рисовала их. Такой магнитик он у меня на холодильнике. Это мой первый магнитик с обезьянами. Сначала он у меня считался как две обезьяны, но я тут в последнее время переосмыслила свое восприятие обезьяны и решила, что вот именно игрушки это одно обезьянки, там вот как вот этот магнитик, наверное, это все-таки уже просто из разряда как допустим футболка с обезьянками, да, или вот платочек с обезьянками, который я чуть позже покажу, или чашки, которые я в самом начале показывала и вот покажу еще раз. Слушайте, я только сейчас увидела, никогда не обращала внимания, даже когда покупала, начинает заканчивать улыбкой. Сувенир на магните у жены всегда на одного ребенка М166. Сравгодности не ограничено, но у жены всегда на одного ребенка больше, чем у мура. И такие две обезьянки. Этот магнитик с Новым годом, четверо-нового года с обезьянкой, это была у меня там в самом начале можно сказать ютубной карьеры бьюти-блогера, хотя этот из меня бьюти-блогер конечно никакой, просто блогер, да, ютуб-блогер. А Тани из Владивостока, она на меня уже вряд ли подписывалась, у нас с ней небольшой такой конфликт по ее инициативе, по ее вине произошел. В общем, вот такая вот обезьянка, она у меня до сих пор на холодильнике висит магнитиком. Но это я считаю так вот из рода, из разряда вот таких вот. Это в принципе еще фигурка, вот такие именно как рисуночки, я думаю, что это все-таки отдельно от коллекции как дополнение идет. так что та тетрадочка с записью двух обезьянок. У меня еще была баночка отчаянная с обезьянками, я их сначала считала как обезьянок, потому что у меня как-то не прибавлялась у меня игрушка обезьянок или фигурок обезьянок, а были вот только такие. Но у меня, по-моему, баночка приказала долго жить. Есть у меня вот такая замечательная обезьянка на палочке, палочка с ней была, покупала я в Букинисте в Петрозаводске в свой второй приезд в Карелию в 2013 году. И так как она такая стрюбненькая вся, есть у нас на Тифаретнике такой чувак с ником неиллюзорный он самый, ругательное слово, П и так далее на С кончается. И я назвала эту обезьянку чисто, чтобы его потроллить неиллюзорным. В общем, неиллюзорный торчит у меня в цветочке тут две лапки, еще две лапки и хвостик. В цветочке молочай, там у меня рядом еще с ним растет пеночек такой. И вот он вот так вот, вот это специально что-то, тыкалось цветы, я его поливаю периодически, ну в смысле цветок поливаю, иногда пару раз, наверное, доставалась неиллюзорницу, неиллюзорницу я его в общем, неиллюзорницу. И вот это вот неиллюзорница, неиллюзорница, если вдруг ты внезапно посмотрел сей видос, привет тебе, неиллюзорница, пусть тебя поплющит и что-нибудь еще с тобой сделает. Запасти какую-нибудь фотожабу, да, он делал на меня всякие фотожабы всякие, не только на меня, но и на меня в том числе. Вроде как он пытался играть на пианино. Но однажды он узнал, что я гадала на картах и образовав меня ведьмой, испугался и свалил. Есть у меня вот такая обезьянка, я пока на те недели ее заказывала, она еще действенная. Хотя я батарейку в нее вставила, не знаю, 5 назад, наверное. Это обезьянка-сушилка для ногтей. Если вы накрасили ногти, пальчики вот сюда вставите, она, обезьянка дует на них, кстати, вот чувствуется холод, а когда накрашенная как-то не замечала. И она, ну, в общем, нажимаете на тарелочку с бананами, она как раз дует. Так ли она сушит или не так, здесь кажется, что дует из ротика, но на самом деле дует вот через эту фигню. Когда я увидела обзор про этих обезьянок, я очень ее захотела, я его где-то через полгода увидела на эти недели и заказала. Что-то не помню, может, 400 рублей она стоила. Ну, в общем, вот у меня такая обезьянка есть в коллекции, придуманная китайцами. Так, есть у меня такая обезьянка, у меня есть две похожие, я вот не помню, одну, может, я заказывала сама на эти недели, на какие-то бонусы, другим, мне дарила грещук, мамина подруга, в общем, заливит на маману, ну, или они вместе. И какая из них, вот эта, наверное, можете, обе они мне дарили, в общем, это с солнечными батарейками. Обезьянка сидит на толчке и читает книжку. с какими-то даже это, мне кажется, что она изучает книжку по винде, у меня есть учебник по винде когда-то. Я его не дочитала и перекинули меня сразу на линус. В общем, она была приклеена, но я ее собачила, думаю, можно будет обратно приклеить, там двухсторонняя такая липучка, и в общем, когда свет падает на эту батарейку солнечную, то обезьянка начинает качать головой. Прилипла тоже. Еще одна такая обезьянка, тоже с солнечной батарейкой, она начинает качать головой в разные стороны, вот так вот, если на нее падает свет. У нас нет на каком-то бревнышке. Ой, что-то мне, ну я себе опять вспомнил. Все давно я его не смотрела, до деревни начала смотреть какую-то серию, что-то у меня такая она сопривая, показалась, я перестала смотреть. В общем, вот эта обезьянка вообще шикарно, не поверить, это германская, а немецкая обезьянка, ей черти сколько лет, это обезьянку мне подарил Миша Журавков, у него был вчера день варенье, жу, с тифаретникой, жж, когда я была в Питере, он нас с Ленкой и Юлькой выгуливал, как раз вот, когда была проездом в Карелию в 2013 году, у него, я так поняла, стояла в ванной, то ли у его родителей, то ли еще что-то, ну, в общем, этой обезьянке больше 40 лет, прикольно, да? с этой обезьянкой тоже на тифаретнике делали всякие фортажа бы, между Мишей и Вербицким, это обезьянка и мной, так, у меня есть вот такая замечательная чашка с обезьянками с двух сторон, но я считаю, что это просто чашка с обезьянками, знаете, как вот это Сосми Виза, сериал был с Натальей Аррерой, возможно, смотрели, Цы моя жизнь, там вот как раз Аррера играла, главная героиня была вот как раз именно Арреры, милашка Манита, и вот она коллекционировала обезьянок, вот там мне сумочка с обезьянкой была, еще что-то, вот я считаю, что вот из этой серии обезьянки, чашку мне дарила Ленка, с которой мы вместе ездили в Карелию как раз, так, эту чашку я дарила сама себе, ну, в смысле, покупала, чашка с ручкой обезьянкой и нарисованной обезьянкой, и я одно время из нее пила чай, а потом в страхе, что вдруг ее кто расколет, либо было тогда кому, я ее брала к себе, и в ней то стояли всякие ложки с палками этими корейской еды, китайской, японской, азиатской, короче, то еще что-то, в общем, сейчас она у меня где-то в полочке с чаем стоит, ну, вот я ее специально достала и, может быть, попью. Сначала я ее брезла, потому что, ну, как бы я считала, что это часть коллекции обезьянок, а сейчас я переосмыслила, как я уже говорила, и считаю, что это просто как бонусики такие, в общем, тот платочек, который с обезьянками, я его покупала в Петрозаводске, он уже видавший виды, я его вчера специально постирала, и он высох. Это у нас, если быть совсем уже-то до абсолюта, то можно считать этих обезьянок, которые тут нарисованы, но это просто как вот бонусик с обезьянками. Платочек с обезьянками, я его берегу, мой любимый платочек, книжка у меня там мама дарила про обезьян, «Человекообразная обезьяна», что есть, что, тут даже какая-то листочка. Я вот сегодня разбирала книжки и как раз обнаруживаю ее, что еще какая-то листочка, пытаюсь понять, какого она года издания. были предки у «Человекообразных обезьян». Ну, в общем, такая классная книжка, когда она там издалась, я не совсем нашла, плохо искала. И еще вот такая у меня обезьянка, лампочка, Анька тоже холенян дарила, у нее был другой включатель, но моя бабуся, видите, что она тут слегка поломанная, моя бабуся умудрилась на нее сеть своей задницей. И она у меня обезьянок не очень любила, как вы знаете, она у меня раздолбала одну обезьянку, сказав, что это кошка ее пердыкнула. Если не знаете, то узнали. Ну, эта обезьянка тоже пыталась обозриться, хоть у меня некоторые ругали, что что-то ее никак не выкинешь. Но обезьянка, мне вот ее жалко. Я ее тоже дарила Анька, она была внешне похожа на нашего с ней общего знакомого Ваньку, который, когда только-только вводили ЕГЭ, он что-то его сдал на 99, или баллов, и 100. Короче, какой-то очень умная Ванька был. И обезьянку мы с ней так и обозвали Ванька. Вообще, вот эта обезьянка лампочкой была и бабушкам. Родственник потом сделал вот этот включатель. Бабушке она светильником стабильно юзалась, но потом, как бабушке не стало ее забрала, но выяснилось, что что-то там отдавать родственнику опять заделывать, потому что хоть лампочка стоит, и я меняла лампочку, но что-то она не горит. Я думаю, что у меня первая будет часть видео про обезьянок, и вторая часть видео сделаю, наверное, все-таки отдельного фильма, потому что больше, чем на час выйдет точно будет уже про фигурки. В общем, если вы осилили до конца, то мы с обезьянками очень рады, и вам банановое настроение. Если вы не любите бананы, то просто положительных эмоций. Всем спасибо, и всем пока.